Считанные минуты и ожидаем свисток главного судья. Первыми играть на приграничный лед вышли дети. Амурский форвард и китайская команда Хэ-Хэ. Игра хоть и была детская, но сражались на льду по-взрослому. Китайские хоккеисты практически сразу получили возможность отправить первую в этом матче шайбу в ворота соперников. Игрок амурского форварда допустил ошибку. Далее потеря шайбы, которую подхватил нападающий из Хэ-Хэ. Он вышел один на один, но не смог забить гол. Кстати, примечательно, что в числе игроков амурской сборной была и одна девочка. На катках просто хожу, ездя, катаюсь. Потом мне понравилось. Я ходила на Олимпик у нас в районе и занималась там. Там тренер у нас был. Он предложил моей маме, чтобы она купила форму. И я начала заниматься. В уникальном историческом матче юные амурчане выиграли со счетом 2-0. Более не подвело мастерство и взрослых. Уже на первой минуте они открыли счет. Но китайские спортсмены легко не сдались. Игра была сложной и запоминающейся. Уже в первом периоде амурские игроки заработали удаление. За нарушение правил лют покинули сразу два хоккеиста. Нашей сборной пришлось нелегко. Играли трое против пяти. Тем не менее, сборная из КНР не смогла воспользоваться преимуществом. Российские спортсмены играли очень хорошо. Нам есть чему у них поучиться. Нужно изучить опыт и мастерство россиян. Сам матч имеет особое значение в укреплении дружеских отношений между двумя регионами. Финал матча получился особенно напряженным. Амурчане вели со счетом 4-0. Но за последние 10 минут поединка китайские хоккеисты начали стремительно отыгрываться и забили в ворота соперника в три шайбы. Тем не менее, игра закончилась победой Амурчан со счетом 4-3. Как отметил игрок нашей сборной Руслан Гостевский, задачи выиграть во что бы то ни стало не было. Матч в первую очередь дружеский. Никто не поддавался. Играли действительно уровень китайские спортсмены показали очень приличный. Показали, что и хоккей у них развивается. Это очень здорово. Ну и мы в свою очередь, я думаю, сделали так, что и они довольны были, и мы были довольны с победой. В целом, довольны историческим матчем остались обе стороны. Тем более, что он вошел в историю как первый в мире хоккейный турнир, проведенный на льду реки, являющийся естественной границей между двумя странами. В 2015 году президенты двух стран России и Китая Владимир Владимирович Путин и господин Цзиньпинь на встрече вместе договорились развивать хоккей. И мы знаем, что в России хоккей пользуется большой популярностью. И в Китае тоже начинает набирать обороты. И весной прошлого года, когда мы встречались с нашим соседом, губернатором Лухао, провинции Холуньзянь, мы договорились тоже развивать хоккей. И у нас родилась идея провести на приграничной реке Амур, на самой границе, товарищеский матч. В будущем такие ледовые баталии вполне могут стать традиционными. Правда, скорее всего, немного изменится формат. Проводить матчи на самой границе довольно сложно. А потому принимать состязания между Приамурьем и командой СКНР будут обе стороны. А вот юбилейные турниры, возможно, станут проводить именно на государственной границе. Тем временем хоккейную коробку после исторического матча перенесут на стадион «Юность», где она будет доступна для горожан. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Первый областной. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Первый областной.